Урок за одну минуту! А, не надо, ладно. В общем, мы будем сооружать простейшую головоломку из игры God of War. Две герсы, или по-простому решётки, будут одновременно подниматься и опускаться в разном направлении. Наша задача зафиксировать их положение в подходящий момент, чтобы смочь пройти под ними. Поехали! В качестве решёток использовано две фанк-дор. Направление движения, как и положение в пространстве, у них разное. В графе Daily Before Rest минус один, чтобы двери сами не возвращались в исходное положение. Ненужные флажки следует убрать. Всё! Из важного. Теперь к сложной части. Управление подъёмом и спуском герсы. И использовать мы решили связку сущностей. Фанк-баттон и гейм-юи. Вся роль фанк-баттон заключается лишь в том, чтобы активировать гейм-юи. Никаких хитрых настроек не требуется. Ну разве что флажок Don't Move и Use Activates. Хотя, Daily Before Rest тоже можно подогнать под нужные вам тайминги. Теперь к самой гейм-юи. Ей следует указать следующее. Когда игрок жмёт клавишу ходьбы назад, то решётка будет подниматься. Если игрок отпустит клавишу, то в тот же час решётка также рухнет вниз. Помимо этого, ещё отпустит решётку наше другое действие. Если игрок просто бросит кнопку. Из флажков важно не запрещать игроку пользоваться оружием. Прервать управление подъёмником решайте сами как. Пробелом или же кнопкой действия. Можно было бы сказать, что это всё. Но теперь осталось как-то остановить движение решёток. Если в God of War это делалось топором, то здесь придётся обойтись пулями. В качестве мишени и триггера мы использовали Funk Button и Logic Branch. О свойствах кнопки в графе Daily Before Rest можно поставить 0. Чтобы по кнопке можно было стрелять сколько угодно раз без временной задержки. Во флажках, разумеется, Don't Move и Damage Activates. Чтобы кнопка реагировала только на получаемый урон. В Outputs же укажем. При получении урона менять исходное цифровое значение у Logic Branch. И запускать тест. С кнопкой всё. Осталось только рассмотреть Outputs самого Logic Branch. При неудаче выставить для обеих Funk Door скорость движения в 0 юнитов в секунду. Что по сути является тормозом. А при неудаче возвращать скорость к исходным значениям 100 юнитов в секунду. Теперь решётки можно будет зафиксировать в момент движения. На этом всё, господа. Префаб данной конструкции, как и всегда, будет доступен нашим подписчикам на Boosty. Удачи, тамодачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!